ОМТВЮА. Про Головне. Одного раза в полгода. Выплаты заработной платы не менее 194 тысяч рублей не выполняются. Обеспечение водой производится один раз в месяц. Вещевое обслуживание не выдается. Высшестоящее командование, а именно командование группировки Днепр, заставляет покупать обмунирование за свой счет. Материалы на обустройство блиндажей и окопов не поступают. Техника и полк не обеспечен. А именно на одну роту один Урал. Посылки от родственников либо не доходят, либо вскрываются. Уважаемый Владимир Владимирович Путин, наши деды освобождали эту землю от нацизма. Многие из нас пришли по зову сердца, что продолжить путь наших дедов по отношению командования группировки Днепр и 96 полка мешает выполнять долг качественно. С уважением к вам, военнослужащие 96 полка. Данное видео было снято с моральной усталости в зоне специальной военной операции. Без отпусков. Довольствие нам доставляется в полном объеме, поэтому командованию претензий нет. Что вы не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! Что мы делаем сегодня, в том числе и специальная военная операция, это, как я уже многократно говорил, попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей операции. Мне хочется вам сказать прямо в камеру. Вы понимаете, что воевать за мир, это все равно, что, извините, из песни слов не выкидешь, наша программа идет в позднее время, так вот воевать за мир, это все равно, что трахаться за девственность. Просто подумайте об этом. Это реально так и есть. Российская верхушка понимает, что проигрывает войну и хочет ее временно заморозить. Российские условия. Заморозка конфликта по нынешней линии разграничения противоборствующих сторон, позволяющие переварить захваченные территории. Ну просто взяли 20% территории, присоединили, просто сухопутный коридор, просто внутреннее Азовское море, это все просто. Ну когда на, тогда остановимся, а где остановимся? Ну, я вот сегодня говорил, может быть, Стоунхендж. Наш Верховный контролирует ситуацию на местах. Ради сохранения мира, если надо, пойду в колготках на передовую, если это спасет ситуацию. Знаете, меня ничем не испугаешь, я и на это пойду. Хороший ответ, правильный. Этого хотел бы и сам Путин. Но так, чтобы предложения о заморозке конфликта поступили ему от США и Евросоюза, Кремль обращается к Западу. Позвольте нам заморозить войну и забрать то, что мы захватили. А если не дадите это сделать и поможете Украине наступать, вам же хуже будет. Если мы дадим заднюю, заднюю никто не даст больше, кроме нас. В этой ситуации мы просто наши, это самое, мы уже, здесь наши полномочия, все. Российские власти по своей обычной уголовной практике пытаются навязывать договорняк с помощью шантажа. Это желание победить Россию сегодня приобрело, как мы знаем, очень опасные формы. Мы молимся Господу, чтобы он вразумил тех безумцев и помог им понять, что всякое желание уничтожить Россию будет означать конец мира. Взять, как говорят хулиганы, на понт хотели. Однако этих нелепых шантажистов никто больше не боится. И договариваться с ними не будут. Их просто раздавят. Миссия Украины убить как можно больше русских. После месяца срочки на войну в России планируют разрешить срочникам заключать контракты с Министерством обороны спустя 30 дней после призыва. После этого ведомство сможет отправлять новобранцев в Украину. Такую поправку в действующее законодательство уже одобрил Парламентский комитет Госдумы по обороне. Пока что россияне могут заключать контракты только через три месяца после начала срочной службы в армии. Госдума также окончательно одобрила поправки к закону о военной службе. Теперь главы российских регионов с разрешения Путина смогут создавать специализированные военизированные предприятия. Они якобы будут содействовать МВД, ФСБ и Минобороны России. Кроме того, депутаты сильно увеличили штраф за неявку в военкомат по повестке и подняли верхнюю планку призывного возраста с 27 до 30 лет. Призывники или солдаты-срочники не участвуют в спецоперации. Это невозможно, объясняют в каждом военкомате. На Украине действуют профессиональные российские военные части. Они полностью укомплектованы военнослужащим по контракту и проблем с укомплектованием нет. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. Поставленные задачи решают только профессиональные военные. К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины. Итак, начну с того, что современная Украина целиком и полностью была создана Россией. Точнее, большевистской, коммунистической Россией. За счет отделения, отторжения от нее части ее собственных исторических территорий. Он возвращает отторгнутые территории. В 2014 году Путин увидел наяву свой страшный сон. В Украине свободные люди, обманутые трусливым президентом, вышли на улицу с требованием подписать ассоциацию с Европейским Союзом. Майдан, да еще и Евромайдан, привел к смене власти и пересмотру внешнеполитического курса Украины. Тогда в Москве родились киевская хунта, бендеровцы и каратели. Сегодня киевская хунта использует те же самые эскадроны смерти. Макс, лихорадит не только Киев, но и регионы Украины. Боевики, которые действуют в разных частях страны, уже заговорили о хунте. На заседания региональных парламентов они приходят вооруженными до зубов и угрожают расправами. Это, конечно, хунта уже. Клика какая-то просто. Россия присоединила Крым, который в соответствии с международным правом был, остается территорией Украины. Нам врали о присутствии, а точнее отсутствии там российских военнослужащих. Ну а потом оказалось, что зеленые человечки все-таки свои, российские. Впоследствии мем о вежливых людях подхватят и сами представители власти, а также их пропагандисты. В эту субботу в России отмечается День сил специальных операций. В народе те самые вежливые люди. Ряд населенных пунктов перешел под контроль очень вежливых людей. Мы вежливые люди. Дальше был Донбасс, где нас по официальной версии не было. В эти дни методичка для ботов, пропагандистов и чиновников включает обязательное восклицание. А где вы были 8 лет? Словно все тут забыли, как все начиналось. Донбасский сепаратизм годами поддерживался Россией. Еще до всяких и любых Майданов. А когда полыхнуло, именно Россия стала спонсором, вдохновителем и, как любят говорить в Кремле, хозяином сепаратистов. Человеком, вошедшим на территорию Украины с оружием, захватившим Славянск, был Игорь Стрелков. Он же Игорь Гиркин, гражданин России, бывший, если таковы бывают, сотрудник ФСБ. Он собрал и вооружил целый отряд. В России, где сажают за патрон и детскую переписку в сетях, Гиркина поддерживали на самом высоком уровне. Вслед за Гиркиным из России в Донбасс потянулись борцы за русский мир, бывшие и очень вовремя уволившиеся из армии военной. Их останавливали? Их арестовывали? Допрашивали? Обвиняли в наемничестве или участии в вооруженном конфликте на территории другой страны? Нет. Во многих регионах открыто действовали пункты их набора и мобилизации. Но не только добровольцы. В Донбасс ехали российские военные советники, инструкторы, сотрудники спецслужб, чеченские спецназовцы и, конечно, оружие. А в эфире государственного телевидения тем временем разрывались от криков о гражданской войне, ополченцах, самоотверженно и совершенно самостоятельно, ведущих освободительную войну с Киевом и его бесчинствами. Какие бесчинства, спросите вы, а вот мальчика распяли. Помните? Или вот еще самолет сбили с пассажирами. Ложь лилась на нас последние 8 лет. Украина все это время оставалась главной темой российского телевидения. Ток-шоу с пеной у рта проклинали украфашистов, оскорбляли президентов и депутатов тех, что в Украине меняются путем выборов. Наконец, в 2021 году, весной и зимой, после того, как у границ соседней страны обнаружились десятки тысяч российских солдат, нам начали врать об угрозе, исходящей от НАТО и, в частности, США. Сейчас есть смысл только в том, чтобы говорить правду. Война в Украине, немыслимая, чудовищная война, сопровождается совершенно безумным потоком фейков и дезинформации внутри России. Пропагандистские войска получили разнарядку с рядом тезисов, которыми приказано бомбить аудиторию. Первый. Москва в Украине занимается демилитаризацией и денацификацией. Это последнее слово ноу-хау нынешней войны. Имеется в виду избавление от нацистов. Читай, смены власти. А провергать утверждение о том, что Владимир Зеленский нацист, я не буду, потому что это совсем невыносимо абсурд. Цель операции объявлена открыто. Демилитаризация и денацификация. Напоминаем, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. Россия, которая пережила столько войн, это последняя страна в Европе, которая вообще хочет говорить даже, произносить слово война. Передвижение наших войск, по собственной, хочу подчеркнуть, территории, представляется как угроза российского вторжения, в данном случае на Украину. Но якобы в опасности себя чувствуют и страны Прибалтики, и другие государства, наши соседи. На каком основании, не очень понятно. Во всяком случае, это используется как тезис для того, чтобы выстраивать недружественную в отношении России политику. Конечно, как будто был другой мир, когда все эти слова произносились. И должна признать честно, абсолютно искренне, что осуждение некоторых публикаций, заявлений западных политиков, западных журналистов я разделяла. Потому что казалось, что перебарщивают они с алармизмом. Казалось, что ну не может быть. Хоть я и, конечно же, неоднократно высказывала в этом самом эфире, уверенность в том, что Путин для сохранения лица начнет какое-то что-то, операцию, да, как это принято сейчас говорить. Но чтобы такая происходила история, поверить было очень трудно. Наша идеология сейчас, на ближайшее десятилетие, выжить. Не просто выжить, а сохранить цивилизацию, страну, народ, государство. Все вот это сохранить, вот это наша идеология на ближайшие десятилетия. Как вы можете охарактеризовать настроение русского бойца, русского солдата? Можно сказать, не все до конца понимали цели, задачи проведения специальной военной операции. То есть не будем кривить душой. Да, были определенные провалы в работе с личным составом. Журналисты обратились к министру обороны Украины Умерову. Тот сказал, что план на следующий год у Украины действительно есть, но он о нем не расскажет.